МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте. Пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир. Телефоны периодически будут появляться на ваших экранах. Дозванивайтесь, наследство, брачный договор. Все эти вопросы вы можете задавать, если они у вас есть. Но говорим мы сегодня тема доверенность. Вспоминаем, что такое доверенность, озвучиваем какие-то новые интересные положения. Напомните же для начала, Инна Борисовна, что же такое представляет собой доверенность. Что это за документ? Расскажите, пожалуйста. Доверенностью признается письменная полномочия, выдаваемая одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. То есть любое физическое лицо, любой человек вправе передать свои полномочия. Но у меня возникает логичный вопрос. Что же делать с малолетним? Да, вы правильно заметили, что любое лицо в силу каких-то определенных препятствий, невозможности участия в каком-то органе, либо организации лично, либо при подписании какого-то договора, может передать свои полномочия третьему лицу. Доверенности от имени малолетних лиц выдают их законные представители. Малолетние – это у нас до 14 лет граждане. А те лица, которым уже более 14 лет, от 14 до 18 лет действуют, с согласием своих законных представителей. Наверняка у вас может возникнуть вопрос, что же делать и недееспособным гражданам, которые признаны судом в силу психического расстройства, а недееспособными. От таких граждан тоже совершают доверенности их законные представители – опекуны. Вместе с тем, закон наиболее защищает категорию граждан недееспособных, ограниченно дееспособных, малолетних, неполностью совершеннолетних лиц. И указывая в законе о том, что даже для получения доверенности на распоряжение имущества таких лиц, наиболее уязвимых, необходимо получить согласие органов опеки и попечительства. То есть, если нужна будет, например, доверенность на распоряжение имуществом несовершеннолетнего… Вот как раз, да, и хотела в продолжении этого приведите, пожалуйста, пример. Вот если, допустим, у малолетнего гражданина есть своя доля квартиры, ну и случилась такая жизненно необходимая, что ее нужно продать. Что нужно сделать? Куда нужно идти? В первую ли очередь к нотариусу? Ну, обращу ваше внимание, что сделка такая подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И для того, чтобы совершить такую сделку, мама или папа, законный представитель несовершеннолетнего лица, должны обратиться в органы опеки и попечительства, представить все документы, в связи с чем они распоряжаются таким имуществом. Они должны также предоставить ей предварительный договор на покупаемое, жилье на покупаемый объект на несовершеннолетнего, и получить разрешение для продажи такого имущества. Но если в данном случае они хотят передать свои полномочия и не лично участвовать в такой сделке, то даже на выдачу доверенности они должны получить согласие органов опеки и попечительства. То есть на выдачу доверенности той, которая будет совершена от имени несовершеннолетнего гражданина и которая касается его имущественных прав. Хорошо, но вот доверитель вправе выдать доверенность только одному лицу, либо вот нескольким сразу? Расскажите об этом. Конечно, доверитель может выдать доверенность как одному гражданину, так и нескольким гражданам. При этом, если доверитель не укажет, что они действуют совместно, они могут действовать и порознь друг от друга. То есть указать в доверенность, что либо Иванов Иван Иванович, либо Петр Петрович может обладать всеми полномочиями, указанными в этой доверенности. То есть на продажу или на передачу одного и того же объекта, да, вы имеете в виду доверенность на нескольких представителях? Да, конечно. Просто в качестве поверенных будет указано несколько лиц. При этом должны быть указаны полностью их фамилия, имя, отчество, дата рождения и место регистрации. И уже либо один представитель, либо второй будет представлять интересы представляемого. Ну, опять же, обращу ваше внимание, что доверенность состоит из слова «доверие», и при выдаче доверенности необходимо полностью доверять этому представителю практически как себе. Потому что в данном случае доверитель действует поверенный по своему усмотрению. И если у вас, например, доверенность на продажу квартиры, то либо вы в доверенности оговариваете четко сумму, которую вы хотите получить за отчуждаемый объект недвижимости, либо вы настолько должны доверять этому лицу, будь это мама, папа, либо другой близкий родственник. А может быть, и вообще посторонний человек? Может быть, если совсем доверительное отношение от слова «доверие», что этот представитель может наиболее удачным, приятным и безопасным способом, например, распорядиться вашим недвижимым имуществом. Спасибо большое. Я обращаюсь к вам, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире, и у нас есть звонок на линии. Мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вызвать нотариуса на дом? Спасибо большое за вопрос. Здравствуйте. Да, спасибо за вопрос. Нотариус совершает нотариальные действия по общему правилу в нотариальной конторе, но при необходимости вы можете также обратиться в ближайшую контору по месту вашего жительства и вызвать нотариуса на дом. Если у вас есть представители, которые могут обратиться в нотариальную контору, чтобы заранее подготовить проект того документа, который вы хотите составить на дому, то вам необходимо передать этому представителю копию вашего паспорта, копию паспорта того человека, на которого будет совершена, например, доверенность, и все необходимые документы, с которыми у вас связаны, будут нотариальные действия. Либо вы можете пригласить нотариуса, если у вас какой-то личный документ, например, как завещание, просто для составления проекта. Лично к вам нотариус составит проект сначала, а потом уже уедет в нотариальную контору, составит нотариальный документ и вернется к вам за удостоверение. Ну, обычно, или вот, возможно, я ошибаюсь, нотариусов вызывают люди пожилые, либо которым сложно самостоятельно передвигаться, физически, возможно, там ограничения или нездоровые люди. Или это необязательное условие? Нотариус может выехать абсолютно к здоровому гражданину, молодому и так далее. Ну, в законе нет таких ограничений. Нотариус вправе совершить нотариальные действия как на выезде, так и в нотариальной конторе. Ну, конечно, по сложившейся практике, это, конечно, люди, которым необходима в первую очередь помощь. То есть это еще очередность какая-то есть? Очередности абсолютно нет. То есть по необходимости мы обязаны съездить и в этот же день, и по мере срочности. Но это самое главное, не самое главное, а прежде всего это люди, которые нуждаются в первую очередь в защите и в помощи. Это лежачие больные, это, возможно, люди, находящиеся в больницах, которым нужна срочная помощь, нужно снять деньги с предлежащих их счетов. И самостоятельно они не могут ни добраться ни до банка, ни до банкомата. И поэтому нужна определенная доверенность. Скорая помощь нотариуса в данном случае. Хорошо, принято считать, ну вот некоторыми гражданами, по крайней мере, я вот буквально недавно слышала, о таком понятии, что один мне человек говорит, да я вот составлю генеральную доверенность и, к примеру, продам автомобиль или квартиру. Насколько мне известно, человеку, который не один год ведет программу территория права, да общаясь с вами с нотариусами, что нет такого сейчас понятия, как генеральная доверенность. Развеите, пожалуйста, Инна Борисовна, этот миф. Есть ли такое понятие, что такое генеральная доверенность, либо доверенность, она уже считается генеральной? Ну, каждое лицо, которое обращается к совершению нотариального действия, вкладывает в это понятие слово генеральная доверенность свои какие-то мысли, полномочия. И поэтому в закон не предусматривает такого понятия генеральная доверенность. Всегда нужно общаться с гражданином, какие полномочия он хотел бы видеть в этой доверенности, Какие цели преследуют? Что нужно нотариусу указать в проекте доверенности, чтобы она была исполнима для всех третьих лиц и чтобы она решала все те задачи, которые доверитель хочет увидеть и чтобы его поверенный их исполнил. Конечно, наиболее часто обращаются к совершению такого действия те лица, которые уезжают за границу, чаще всего это полномочия маме, папе или близкому родственнику. Конечно, мы можем наиболее общим образом написать, распоряжаться всем принадлежащим имуществам, заключать какие-то сделки по сдаче в наем, в аренду, по передаче имущества в залог. Но вместе с тем, в каждом конкретном случае мы решаем по объему полномочий конкретно с каждым гражданином. И может быть для лежачего больного это будет лишь вопрос о переводе пенсии и получении сберкнижки, сберегательной карточки, либо сберкнижки. А для другого человека, который уезжает за границу, это будут абсолютно все действия, связанные, например, с введением какого-то счета, либо с распоряжением недвижимости. То есть в каждом случае набор и перечень? Абсолютно разный. И решаем только при консультации, при личном обращении. Спасибо большое. У нас есть звонок, я предлагаю его принять. Говорите, здравствуйте, вы в эфире программы «Территория права». Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, какие необходимы документы для заключения брачного договора? И в какой период я могу заключить брачный договор? До заключения брака или уже после? Спасибо большое. Вопрос интересный. Борисовна, ответьте. Для ответа на этот вопрос необходимо, конечно, разговаривать с супругами, либо с будущими супругами, и выяснять, что хотят супруги указать в этом брачном договоре. Ну, если начать со второго вашего вопроса, то брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и после регистрации брака во время вашей совместной жизни. Исключением в первом случае будет тот момент, что если у вас брак не заключен, то действие брачного договора будет со дня регистрации брака. В таком случае наверняка у вас будет вопрос на приобретаемое имущество. Может ли нотариус указать такое содержание в брачном договоре? Да, может. То есть не обязательно, чтобы это имущество уже принадлежало вам. Вы можете предположить супругам, что вы будете приобретать это имущество, и сразу вы хотите супругам обозначить ваши имущественные права и обязанности. Что это имущество будет принадлежать либо одному супругу, либо второму, либо изменить режим общей совместной собственности и установить режим долевой собственности. Разные доли будут одинаковые, но режим изменится. Если у вас уже есть какой-то набор имущества, и вы хотели бы также, может быть, распределить его относительно тому, принадлежит он вам, либо вашему супругу, вам необходимо с правоустанавливающими и правоподтверждающими документами обратиться к нотариусу. Нотариус самостоятельно заказывает выписку из Единого государственного реестра недвижимости. И в день, когда приходит выписка, нотариус приглашает вас для подписания этого договора, и тем самым никаких вам самостоятельных документов собирать не нужно. Вы должны обратиться с паспортами, со свидетельством о заключении брака и с документами на невижимое имущество. Чаще всего к нам сейчас обращаются с документами с договором об участии в долевом строительстве. В этом случае нужен только договор, остальное мы также запросим сами через единоинформационную систему. Спасибо большое. И у нас есть еще один звонок. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Меня слушаете? Да, вас, конечно, говорите. Так, у нас с мужем однокомнатная квартира. Приватизирована как совместная собственность. И подписано завещание на одно и то же лицо. Если вот один кто-то уходит из жизни, как наследник будет оформлять? Спасибо. Вопрос понятен? Да, вопрос понятен. Квартира приватизирована, еще раз повторю. У вас составлено завещание. Разное завещание от вас с супругом, но на одно и то же лицо. Завещание вступает в силу только после факта смерти завещателя. Поэтому в случае, если кто-то уходит из жизни, открывается наследство после этого гражданина и вступает в действие это завещание. При этом оно распространяется только на ту долю, которая принадлежала умершему гражданину. Приватизированные квартиры, находящиеся в общей совместной собственности у супругов, их доли признаются равными. Поэтому на одну-вторую долю в вашей приватизированной супругом квартире будет в какое-то время, в зависимости от факта, кто первый уходит из жизни, будет открыто наследство. Но завещание ни в коем случае переделывать не надо, если вы не изменили свое желание. Оно действует. И неважно, что у вас доли не определены, оно будет действовать на ту долю, которая принадлежит вам, ну так скажем, теоретически. То есть ваша доля – это одна-вторая. То есть в любом случае долю получит тот человек, который указан в завещании? Конечно, да, однозначно. Ну, я думаю, что вот это вот самый главный вопрос, который телезрительница хотела услышать. Да, в случае, если вы впоследствии ни в коем случае не отмените завещание и не измените. Напомню вам, что завещание, завещатель может по своему усмотрению в любое время отменить и изменить, не спрашивая согласия третьих лиц на совершение такой сделки. Спасибо большое, Анна Борисовна. У нас еще есть звонок. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире программы «Территория права». Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот можно поподробнее узнать, можно ли заключить брачный договор до регистрации брака? Спасибо. Да, вот предыдущий вопрос был тоже очень похож. Да, можно, еще раз повторяю, заключить брачный договор сторонами, будущими супругами. При этом обращаю ваше внимание, что вступит в действие оно со дня заключения вашего брака. Желательно принести документы на приобретаемое имущество, либо на то имущество, которое будет, возможно, вами приобретено с супругом, с будущим, либо указать наиболее абстрактные фразы, что то имущество, которое будет оформлено на вас, это будет имущество ваше, то имущество, которое будет оформлено на супруга, это будет имущество его. Либо стороной в сделке будет являться то лицо, на которое будет оформлено имущество, и также, значит, права и обязанности будет принадлежать ему. Спасибо большое. Продолжаем наш разговор и продолжаем принимать ваши звонки, уважаемые телезрители. 202 11 22, телефоны прямые в студии. Сегодня гость программы «Территория права. Нотариус» города Самарына Борисовна Хайкина. Звоните, но говорим мы сегодня по доверенности, не менее важная тема, поэтому я думаю, что ответы очень полезны и наполнены. Инна Борисовна, вот, пожалуйста, в каком случае доверенность нужно удостоверять у нотариуса? И обязательно ли это материально удостоверенный документ? Или просто написать от руки «Я такая-то, такая-то, доверяю тому-то, тому-то» Все, это уже доверенность, либо это заблуждение? Ну, хочется ответить утвердительно, потому что, конечно, никто как нотариус не разъяснит все права и обязанности, которые возникают по этой доверенности И, конечно, нотариус доподлинно узнает волю того лица, который выдает доверенность Расскажет все последствия, которые повлечет за собой факт выдачи доверенности Но вместе с тем закон указывает на определенные требования именно на те случаи, когда требуется нотариальное удостоверение доверенности Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы Сейчас таких сделок достаточно много, и поэтому вы не можете прийти с документом, оформленным в простой письменной форме, это должна быть нотариальная доверенность Также на подачу заявления о государственной регистрации прав во всех реестрах, которые содержат ваши права У нас таких официальных два реестра Это Единый государственный реестр недвижимости и Единый государственный реестр юридических лиц А также на распоряжение зарегистрировано в этих реестрах правами То есть это все сделки, конечно, связаны с оборотом недвижимого имущества И все сделки связаны с долями в уставных капиталах общества граничной ответственности Также если нужно представлять ваши интересы в налоговой инспекции Она, конечно, относительно Единого государственного реестра юридических лиц Тоже потребуется нотариальная удостоверенная доверенность Мне кажется, во всех серьезных сделках Нужна нотариально заверенная доверенность нотариусам Есть звонок, слушаем ваш вопрос, говорите его в прямом эфире Здравствуйте Меня слушают? Да, вас, конечно, говорите Я хотела бы спросить Квартира приватизированная Написано в нотариусе завещание Нотариусе написал, значит, фамилию, имя, отчество А день рождения и год рождения не указал Наследникам как потом будут проблемы какие-либо Год рождения наследника или завещателя? Да, да, да Наследника год рождения не указали? Нет, наследника не указано день рождения и год рождения не указано А родственные отношения указаны? Может быть, внук, внучка, дочь? Указано. Указано. То есть писали от руки сами, да? Нет, возможно, писали не сами, но просто не указали, насколько я поняла, фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого составлено завещание. Но при этом указали его статус, родственные отношения, внук, внучка, либо дочь. Но я полагаю, что в таком случае у вас не будет никаких препятствий, потому что дочери или сына с похожими фамилиями, именем и отчество найти крайне будет сложно. Вы должны проверить сейчас, нет ли расхождений в ваших документах, подтверждающих родство. То есть если это, например, сделано завещание в пользу дочери, вы смотрите свидетельство о рождении и ваш паспорт, и чтобы было указано фамилия, имя и отчество ваше, как матери, верно. Либо если, например, вы сделали завещание в пользу внука, также нужно подтвердить его родство, вы смотрите всю цепочку родственных отношений и проверяете, нет ли никаких расхождений, чтобы родственные отношения, простите, после факта смерти мог нотариус другой подтвердить в бесспорном порядке, и у вас не возникло никаких вопросов для обращения в суд. Если вы сомневаетесь и вы хотите указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, вам, конечно, нужно обратиться к нотариусу и сделать другое завещание. По содержанию оно не будет противоречить, и я полагаю, что оно не отменит, если вы сделаете такое же. Спасибо большое. А если даже оно отменит, то у вас будут все основания спать спокойно и думать, что именно назначенный вами наследник вступит в права наследования. Благодарю вас, Инна Борисовна. Продолжаем наш разговор. Есть еще время, уважаемые телезрители, дозванивайте, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжаем на тему свою, на доверенность. Вот, Инна Борисовна, на какой срок может быть выдать доверенность? Это мой будет вам вопрос, но прежде, наверное, давайте примем звоночек. Нам дозвонились. Говорите, пожалуйста, слушаем вас, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, почему в банке для получения, допустим, этих вкладов можно оформить банковскую доверенность? Но когда приходишь на почту, доверяешь получить письмо своему, допустим, сыну, я в возрасте, требует материально заверенную доверенность. Это правильно? Спасибо большое. Очень интересный вопрос, Инна Борисовна. Ответите. Но банки имеют такое полномочие, да, если вы такую доверенность составите в банке, банк имеет право принять такую доверенность и выдать именно тому лицу, который указан в вашей доверенности. Органы почтовой связи не обладают такими полномочиями, поэтому вам необходимо туда представить доверенность на получение почтовой корреспонденции, которую вы должны удостоверить нотариально. Вы можете ее сделать на неограниченный срок. Ну, срок должен быть, конечно, ограничен, но максимально большой. Если он не ограничен к вашему вопросу, да, мы возвращаемся, то действие доверенности сохраняется в течение одного года. Но вместе с тем, доверенность сейчас может быть составлена и более чем на три года. По общему правилу, раньше было так, до внесения изменений в гражданский кодекс. И поэтому вы можете составить такую доверенность на 10, на 20 лет, на 30 лет, на 40 лет, чтобы у вас этот вопрос был закрыт надолго. И указать там максимально возможные полномочия на получение бандероли, почтовой корреспонденции, заказанных писем, писем с уведомлением, посылок, грузов, еще каких-то. Мы наиболее подробно делаем доверенности, чтобы все вопросы с почтовыми организациями были закрыты. Спасибо большое. И продолжаем общаться с вами, уважаемые телезрители. Есть звонок на линии «Алло, говорите, слушаем вас». Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Я жила в одной квартире, ну, допустим, в 49. В связи с смертью мужа я вынуждена была поменять квартиру в этом же подъезде, но меньшим номером. Надо ли мне доверенность менять, это вещание менять, которое я сделала на дочери в связи с сменой адреса? Спасибо. Хотела бы вас уточнить, если вы еще не отключились, может быть, мы... На линии вы «Алло». Нет. Звоночек у нас ушел, значит, будем предполагать, да? Да, мы предполагаем, что если вы имели в виду, что у вас смена произошла вашего адреса только в части написания вашего адреса как завещателя, то это ни в коем случае не влияет на исполнение завещания и на его действительность. Например, в том случае, если у вас указано все имущество, вы завещаете дочери, и не указана конкретная жилплощадь, конкретный адрес объекта недвижимого имущества. Именно в завещании. Именно в завещании. Но вам нужно обязательно посмотреть, если только в завещании указано, что вы конкретную квартиру, ранее принадлежавшую вам, завещаете дочери, то в таком случае, конечно, вам нужно в завещании изменять и делать другой абсолютно документ. Если речь идет только о написании вашего адреса в части ваших реквизитов как завещателя, то ни смена паспорта, ни смена адреса регистрации не влияет на содержание завещания. А можете пример привести, Инна Борисовна, чтобы в первом случае было написано завещание и в втором случае? В первом случае будет написано, что все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось, вы завещаете дочери без указания конкретного адреса объекта. И квартира 49, как вы сказали, указана только в части вашего адреса. Это в первом абзаце завещание. Если говорить о втором случае, то будет указано, что либо из принадлежащего мне имущества квартиру такую-то, либо просто квартиру, находящуюся по адресу и с указанием квартиры 49, вы завещаете дочери. Вот в таком случае вам нужно будет обратиться к нотариусу и изменить завещание, составить новое завещание. Так у меня логичный вопрос. Если женщина, допустим, у нотариуса делала это завещание, вы нотариусы как пишете? Как? А с какой просьбой, смотря, обратиться к гражданин? Если гражданин... То есть нестандартная какая-то форма? Нет, конечно. В каждом случае мы выясняем, хотел бы завещатель распределить свое имущество одному гражданину, нескольким. Хотел бы он указать свое имущество конкретно, либо он хотел указать все свое имущество, предполагая, что завтра или послезавтра, возможно, он приобретет еще какие-то объекты. И они тоже войдут. Понятно. Спасибо большое. Просто есть еще один звонок, мы, наверное, успеем его принять. Лаконичнее, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Это продолжение вопроса, который только что я задавала. Да, пожалуйста. Будьте добры, есть ли сложности при оформлении любой документации с Украины, как при вступлении в наследство, так и вот то завещание, которое я задавала вам вопрос. Понятен вопрос? Пожалуйста, на линии будьте. Нет, не очень понятен. При вступлении в наследство у вас имущество находится на территории Украины, либо гражданство? Нет, я живу на Украине. Я живу в России, а дочь моя живет на Украине. То есть каким образом выступает дочь? Но вот этими сложностями украинско-российскими, есть ли какие-то будут сложности? Сложности при вступлении в наследство дочери. Если случится, она приедет. Понятно. Я полагаю, что никаких сложностей не будет, потому что наследство открывается по последнему месту жительства умершего гражданина, и через определенное количество лет наследство откроется здесь, и дочери нужно будет приехать в Самару, либо нужно будет на территории Украины выдать доверенность для представительства здесь, на территории Самары. Доверенность здесь единственное, что нужно будет только осуществить перевод такой доверенности, потому что она совершается на территории Украины на украинском языке. Таких других сложностей у вас не должно возникнуть. Спасибо большое, Инна Борисовна. У нас осталось буквально минутка-полторы до окончания нашего с вами разговора сегодняшнего. Предлагаю подвести итог, вкратце сказать, что такое доверенность, и самые важные вещи с нее связаны. Для граждан, разумеется. Еще раз обращаю ваше внимание, что доверенность – это письменная полномочия, выдаваемая одним лицом другому лицу. И для совершения доверенности вам необходимо обратиться к нотариусу. Если вы хотите обратиться с какими-то определенными полномочиями, вы должны примерно представлять круг третьих лиц. Мы, конечно, перечислим их в доверенности, либо вы нам поможете это сделать. Также, обращаю ваше внимание, существует реестр отмененных доверенностей. Если вы введете в поисковой системе в интернете реестр отмененных доверенностей, у вас сразу возникнут графы, которые нужно заполнить элементарным образом, указав только реестровый номер, дату доверенности, и тем самым вы проверите, действует доверенность или нет. Реестр открытый, круглосуточно, доступный для всех граждан. И, пожалуйста, если у вас приходится вам сталкиваться с поверенными, которые работают на основании доверенности, вы обязаны, я бы даже так сказала, проверить действия этой доверенности. Ну что же, спасибо большое. Время наше подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу, за такой качественный разговор, ответы на вопросы телезрителей и мои. Спасибо, Инна Борисовна. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». На ваши вопросы отвечал нотариус города Самара Инна Борисовна Хайкина. Следите за нашими анонсами на телеканале «Самара ГИС» и не пропустите следующий выпуск программы «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова